Кстати, не только с ней, аналогичная история произошла у нее с ПТС Рита Илбальм, племенной. Вот такая, знаете, знаменитая, лауреат премии в клубе Лечение, знаешь, снимают, вырезают, опять все это продолжается, говорят, что это излечимо, но в основном это не излечимо, вот, и я сказал, что я не экстрасенс и не святой, я ничем не могу помочь. Она вызывала экстрасенс, кстати говоря, при мне, вот, и она говорит, а ты все-таки сделай, помоги мне. Ну ладно, ну я ничего не сказал, ушел, и через неделю его вызвали на рентген и сказали, что ничего, все исчезло, опухоли исчезло, все. А ей уже вырезали часть груди, какой-то небольшой кусочек, понимаете? Исчезло, через полгода проверили, ничего нет. Вы знаете, и так неожиданно было, вот, я был на сеансе экстрасенсов, которые она вызывала, но если бы экстрасенс действительно ей очень серьезно помог, она бы ко мне не обращалась. Ну кто я такой, ничто вообще, так, как, говорит, приятель. Вот. Она вызывала экстрасенс, простой такой парень, простой, простой Ваня. Вот такой. Он вызвал ауру, знаете, ауру такую, знаете, сказал, какого она цвета, и где у нее находится эта опухоль, объяснил ей все. Так у нее была собака эта, Данди, сейчас она ее отдала кому-то. Она небольшая была, собака она очень злая. Она кинулась, бросилась на этого экстрасенса. Экстрасенс ей говорит, ну что ты меня кусаешь, что ты меня кусаешь. Тогда я раздинул собаке пасть и сунул туда руку. Вот видишь, не кусает меня. Но эта потом несчастная Данди, собака, она мне помешалась полностью. Она спала у меня на груди. Она лезла целоваться, она мешала мне заниматься все время. Она, присутствующая хозяйке, облизывала мне интимностью. Представляешь себе, что вызывала дикую ярость у хозяйки. Она говорит, это ты ее приучил к этому, как я мог к этому приучить? Вот. И как она издали меня, завит хвостиком уже, виляет бедная, повизгивает. Понимаете? И один раз она так уж мне надоела, что я ее так грубо очень так оттолкнул. Но я не знал, что там тумбочка была, и она ударилась головой о тумбочку. И так плакала, плакала, пищала. И Эллочка сказала, ну я думаю, что она к тебе больше не подойдет. Нет, она опять подошла, пятняжка. И я уже жалился над ней, и решил отгонять ее чисто психически. Она отходила. Да. А потом я наблюдал любовь животных, ревность. Эллочка взяла себе еще корку. Крошечного лемурчика, вот такие огромные глаза, малюсенькие лемурчики, гигантские глаза. И они говорят, все глухие, эти лемуры. Так, эта кукушка, она вот, она села ко мне на колени. И тут же Данди подошла, и тоже, ну она большая, так на колени неудобно садиться. Она посмотрела на эту кошку, так недовольна. Кошка на нее ощутилась, подняла лапу так. Ну эта маленькая кошка, такая крошечная, а эта Данди, по сравнению с ней, по сравнению с ней. Понимаешь ли? Эта крошечная кошечка так зашипела, на нее подняла эту лапу. Понимаешь, мол, а Данди, а эта Данди посмотрела, ну что с такой мелочью связываться, считай, не из своего достоинства. Вот. А потом они мирно спали, прижавшись друг к другу спинками. Вот, представляете? А вот аналогичная история произошла с Ритой Бальменной, но я не знаю, что тут подействовало. Это для меня до сих пор загадка. Ой, это мой, да? За чай, он горячий. Горячий, да? Это по дороге, как раз к этой елочке, мне встретилась Рита Бальменна. И она сказала, что у нее обнаружили, в общем, вот эта штука, она не знаю, доброкачественная и злокачественная. Понимаешь ли? И через неделю мы с ней встретились на лицебрании, одновольно такая была, счастливая. Я спросил, ну как ты хочешь, ты себя нормально. Вот. И сейчас она ходит, встречаемся, и ничего. Вот. Но вы понимаете, у меня был случай такой. 28 лет назад, еще за 4 месяца до отъезда в Израиль, у меня на руке возникла опухоль. Вот здесь вот. И я пошел к врачу, он сказал, что это жировик, чепуха. Я так, ну пойди к врачу, к хирургу и срежь, а иначе будет расти. А я пошел не к хирургу, а к референту по французской литературе. Михаилу Теперу. Был такой. И есть еще, может, и сидит. Очень красивый парень такой. Но он еще не просто был референт по французской литературе. Он был последователь Рудольфа Штейнера. Это немецкого мистика. Андропосов. Этот Тепер посмотрел, сказал, что это костяная опухоль. Вызови дух отца. Я говорю, слушай, как с вами крестная сила. Буду я вызывать еще ведовщинить и так далее. Еще чего не хватало. Это же не для лотов, как говорится, не для меня. И не стал, конечно, вызывать дух отца. Через два дня опухоль исчезла. И я показал чистую руку. Тепер, он сказал, ну ты колдун. И последний Чили, ну так называемый Чили. Это чудо-случаи, которые со мной были. Это их было четыре. Вот с Пелочкой, с Ритой Болеминой. И вот со мной лично. И четвертый был уже, как говорится, заочный такой. Понимаешь ли? Это в журнале «Двоеточие» в израильском появилась статья о моей книге «Блики волны». Статья Владимира Тарасова. Он ругал, книгу разносил в пух и в прах. Одной фразой перечерпывал мои лучшие тексты. Но он заметил там, что поэтика Бакштейн охватывает все области гуманитарных знаний. Перечисляет там литературу, историю, искусство, философию, историю и экстрасенсорику. Экстрасенсорику он отнял, а тут тоже гуманитарно. Значит, уже было замечено. Не мною, а со стороны уже было замечено. Знаешь ли? Сейчас я к ней захожу. Уже прошло три года, не меньше, не два, минимум. И как будто ничего и не было. К Теллочке. Нормально захожу. Как будто она ничего не была, как будто она не была прибыльной. Безнадежно. Представляешь, нормально, хоть черт я знаю, какие-то законы здесь. Она здесь очень неведомая, очень темная и очень труда на счет. Правда, она очень устала, потому что она растит. Троих детей одна, мать-одиночка. Ну, один уже взрослый, ему 26 лет, он университет уже кончает. И уже кончил. Он ей уже помогает. Математик такой большой, крупный сейчас математик считается. А две девочки у нее. Одна одной 16 лет, другой 14. А я видел, когда они, она их только что родила. Буквально они такие были, совсем голенькие, крошечные. Понимаете ли? То есть, вся их жизнь прошла. У нее было много книг. Она покупала, много читала. И она мне их дарила. Вкусы у нее были странные. Ну, поскольку, все-таки, видишь ли, гуманитарная вещь, она самоучка, так же, как и я. У меня не было гуманитарного образования, так же, как у меня тоже гуманитарного образования вышло. Нашевался в Советском институте культур ГОД и попутно ходил в этом, в этот, на философский факультет. Я привел приятеля. Пусть приятелями тоже была история. А этот, знаешь его, как, Урецкий его фамилия. Он так неожиданно и глупо кончил, он утонул. Как раз вот. Он встретил меня в Ленинской библиотеке и сказал. А что, вы записываете? Да. Все это записываете? Потрясающе. А я даже не знал. Ну, не важно. Пусть это будет достояние. Ведь никто это, ведь я это, понимаешь, я что-то записал в отношении Элы, но я под чужими именами. Я фамилии не называл. И Элочка там под чужими именами, и Рита под чужими именами, и вот этот вот Миша под другой фамилией. Сов фамилии не знал. Почему? Потому что у меня такая привычка была не вводить в мою литературу мою реальных персонажей. Вот. А раз он, значит, уже все встал на достоянии. А Элла, я не знаю, так сказать. Ну, конечно, видимо, когда она будет писать мемуары. Вот. Она все надеется писать мемуары. Может, она и напишет. Но если все нормально будет, и она, как говорится, доживет до глубокой старости, тогда, конечно, она сможет писать мемуары. Девочки уже ей помогают. Они уже, соответственно, большие. И, слава Богу, избавили от этой ужасной работы по уборке, комнатах, ходить в магазин. Они сами уже ходят в магазин и так далее. А тогда на нее просто было жалко смотреть. Она вся выматывалась буквально. Вот. А сейчас, слава Богу, они стали такие взрослые, большие такие. Так вот, понимаете ли, наша тема-то была танкрия. Да? Ключевая проблематика поэтики. Танкрия. Да, это означает ключевая проблематика поэтики. Оно многозначное, это слово. Танкрия может означать ключ, такрель и симфонизм. Как раз Тарасов впервые назвал мою поэтику симфонизмом. Он, может, я не справедлив, что он перечеркнул, не мои тексты все. Но он, в общем, статья была в целом-то все-таки отрицательной, скорее. Или, по крайней мере, его статья Тарасова. Или, по крайней мере, читатель по его статье никак не мог понять, хорош ли я, как поэт, или нет. Потому что он, с одной стороны, вроде отмечал очень тонкие детали такие, очень тонкие. А с другой стороны, он не понимал как-то самоочевидного, то, что другие видели. А он делал вид, что не замечает этого. Но он очень дал такую точную характеристику моей поэтике, которую больше никто не дал. Он сказал так. Симфонизм, всечество, постмодернизм. Сущности, синонимы. В пяти словах дал, а, в моей поэтике. Симфонизм, всечество, постмодернизм. Симфонизм, всечество, я думаю, что не было в русской поэтике. Была оркестровка. Ну, у Пушкина была оркестровка. Там, в лучших стихотворениях Фиэта. У Бродского была очень сильная оркестровка. Там, ну, и у Мадрештама, там, местами. Ну, Мадрештама, скорее, певучесть, а не оркестр. И голос, словеческий голос, слышишься в его стихах, а не инструмент. А вот инструмент, инструмент, очень слышится у Пушкина, и особенно у Бродского. Орган или фортепиан, как католическое место. Это человек Бродского, некоторые вещи его прямо, знаешь, звучит, как место звучит. Знаешь, знаешь, вот. И, знаешь, какая вещь, что танкриль, да, это ключ, такриль и симфонизм. Ключ — это неологизм, или нельг, с неограниченной шкалой значений. Ну, еще там добавляют как по вертикали, по горизонтали, так и по вертикали. То есть это неологизм, который расшифровываться может в любом направлении. И, в общем, по-всяку, главное, чтобы сохранялся штарс. Чтобы штарс — это художественная цельность стиха, или цветок стиха. Содержанием нельга может быть все, что угодно. Персонажи любые, существующие, или вымышленные, или это философская система, композитор какой-нибудь, художник там, или его сочинение отдельное, и так далее. Понимаете? Все это входит, может входить в содержание нельга, этого ключа. По сути говоря, что такое ключ, это неологизм, и дальше я расшифровываю, ключ, собственно говоря, ключ. Или реф, рефир. А реф — это ключ на логотворческом языке, специально разрабатывается для мета-сознания, для мета-ощущений, называемый ланкриль, логотворческий язык. Он, как раз, этот язык, он связан именно с ключами. На этом языке можно писать стихотворение. Пока еще, понимаешь, язык почти не грамматизирован. Ну, есть определенные правила грамматики, скажем, ланкриля, логотворческого языка. Ну, например, скажем, окончание мужского, женского рода, там, мужского рода им, окончание севрита взято. А женского рода юм, множественное число. Мужской род числа множественного, окончание им, а женский род, окончание, тоже множественное, юм. Тар-юм, это техницизмы. Тар-за, техника, техницизм. Юм, это множественное число в женском роде. Причем интересно, что у ланкриля четыре рода. Мужской, женский, средний и общий род. Общий род, он в единственном числе совпадает с мужским. Никакой разницы. А вот во множественном числе он имеет окончание не им, и не юм, как женский род в новственном числе, а ум, если же, говорит, техницизмы, в общем роде, это тар-ум, получается, а не тар-юм, не тари, не тари-ин. Понимаете? Или, скажем, тарц. Тарц, это дерево. Скажем, если вы мужского, множественное число мужского род тар-цин, а в женском роде тар-тьюм. А вот общий род, тар-цун. Понимаете? Потом есть определение, скажем, прилагательных окончаний. А-х обычно. Грамар грамматический. Тарцар древесный. Тарц дерево, тарцар древесный. Это окончание прилагательных определений. Есть, скажем, допустим, вот окончание причастий или дея причастий, они практически одинаковые. То есть пока я еще не выделил дея причастия отдельно. Они обычно совпадают. У них окончание е. Тарцен. Тарцен, это, если так перевести на русский язык, древесение. То есть когда вещь становится древесной, а уже принимает качество дерева. Деревенеть. Деревенеть. Деревенение торце. Тарцен. Или, скажем, потом, что там еще, какие-то есть правила. Вот я чуть-чуть не помню. У меня там целая грамматика составлена. Так вот, ключ, это действительно, ключ, это расшифровка нельбин, неологизма, благотворческого термона, или экзерст. Экзерст – благотворческий термин. А ключ – это его содержание. А что такое горизонталь и вертикаль в ключе? Горизонталь – это полисимизация понятий, обычных понятий. Это придание обычному грамматическому значению слова других значений по воле автора. Еще это еще называется этот, как его, да, полисимизация понятий горизонтально называется пир. Пиранция еще называется. Пиранция – это полисимизировать текст. А он действительно как бы пирует этот автор. Когда он находит новые, новые значения словам обычным, это резко расширяет возможности стихотворения. Резко сообщает стиху новые планы совсем. Как бы в даль, стремляется в даль. В даль. Вот. Причем, обычно благотворческая поэзия делится на три таких раздела. Это называемый лекси эльт, или лексид. Эль – это стихотворение, а поэтика эльт, так же как парт. Парт – стихотворение, парт – это поэзия. Вот. Понимаете, что есть лекси эль – это обычное стихотворение, без ключей, или очень небольшим применением. Хотя нет, достаточно уже одного ключа логотворческого, или экстремического ключа, чтобы лекси эль стал премом, предэкстремическим, или предлаготворческим стихотворением. Достаточно одного небольшого ключа. Понимаете? Ключ – это не Хлебельский неологизм. У Хлебельского неологизм, который он придавал каждому одному раз навсегда данное значение. И всё. А ключ – это океан, это не варианты числов значений. Ключ может перевести обычное стихотворение на обычном коммуникативном языке, к Амелане, к Абрусскому языке, может перевести его в Лангкрейльт. Это Лангкрейль. Лангкрейль – логотворческий язык, или Лангкрейльт – логотворческую поэтику. Перевести на логотворческий язык. Знаете, потому что ключ – он уже работая над ключом, человек как бы добавляется новое и новое значение, и уже рамки коммуникативного становятся очень тесными. И он должен все больше и больше переходить на логотворческий язык. Есть логотворческий язык, есть грамер и гзот стихотворение на логотворческом языке. Грамер – это стихотворение по правил логотворческого языка, но таких у меня практически сейчас нет. Вот. Потому что сейчас просто у меня нет желания сейчас заниматься грамером. А вот гзот у меня все стихи логотворческие сетки – это гзот. Это пишется вот этот кфир, как он называется, сетка, логотворческая сетка, код, стиха на логотворческом языке, а потом идет ключ. Реф, рефир, расшифровки, вот все. Вот. Без каких-либо правил, грамматических правил. просто данное слово имеет такое-то значение, включая расшифровки, дальше эти значения могут иметь диляры, делироваться, то есть инообраз иметь. Вот. Кстати, там криль – это еще и диляр, это еще и диляр, инообраз. Диль – это иной, а лар – это образ, диляр – инообраз. Квиляр – это другой образ. Другой образ. Обычно диль – наиболее удобное слово. Диляр – или диль. Это другой, диляр – другой образ, инообраз. Понимаете? так вот проблематика танкриля, да? Основной, то есть сейчас я буду говорить о квиле, эквенитизации. Анквиль входит даже в танкрили, да, так же как диляр, так же как и ключ, налогизм и так далее. Вот такрель, да, такрель, такрель – это изменение, авторское изменение слог. Это оно может вражаться в удвоение, в умножение звука букв. Когда там автор умножает звукобуквы, ну, например, есть такое стихотворение, скрипнула дверь на пороге, обнял меня ночной ветер, черная даль чуть светится нежностью недотрогий, недотрогий. Это два р и два очередь дефиса. Недотрогий. Знаешь, как она недотрогана боится, такая, знаешь, черная даль чуть светится нежностью недотрогий, она дрожит такая, знаешь, трепещет. Вот. И оттуда эти-то крылья, эти удвоения, умножение звукову и его диляр этого стихотворения и на образ такой. Скрипнула дверь на пороге, обнял меня ночной ветер, черная даль чуть светится, веером веером недотрогий, озером удрогий. Опять вот 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 теперь что такое квиль? Это эквивалентизация текста. Это квиль это не перевод. Переводчик хочет как можно точнее выразить мысль оригинала на языке перевода. Но обычно это чем лучше оригинал, тем хуже его перевод. Как правило. Понимаешь ли? Вот. Если повезет кому-то случайно может опрокинуть эту вещь. но капелла так и есть. Квиль ставит своей задачей эквивалент оригиналу дать. А по возможности сделать оригинал богаче. то есть перевод или эквивалент богаче оригинала. И это достигается приемами такими, что если допустим оригинал в трате в традиционном стиле, то квиль в аванге, в авангарде. Он использует все эти мудренности, все эти множества авангарда и создает более богатую, более многоплановую картину. или может быть даже крайне, но это очень редкий случай, когда действительно квиль как раз эквивалент традиционный, а он как раз оригинал авангардный. Это очень редко, это фактически. Или например так, если например и квиль и оригинал авангардный, оба, тогда квиль как правило это более сложен по авангарду. Более сложен. Эквилент более сложен оригиналом. Но ведь это неизложно каждый раз. Как? Это не... Это очередная проработка происходит. Да, очередная проработка, конечно. Понимаете? Ну, например, я могу вам привести пример квиля. Это очень неожиданно для меня приятный неожиданный показался. Я приятный привет. Вы время прекратили, да? Нет, сейчас не. неожиданно . Продолжение следует... 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 дали шальки это вот начало это фантазии страстей и дальше дальше там узлами слова убегу в сладость слова убегу листая лики стерегут великих знаки листая знаки узлами слова убегу листая знаки стерегут великих лики гонит гонг по кости нервы по кости нервы крика ринг осиротелый греков гор окаменелых хоров арим дальше идет уж там другая пассия интимно гимны сгрудились залами за окнами грызы шагают храмом ты холм мамонта язык скрещение знамена рук захлопнув крышку взвился звук ключ преломляющий лучи вокруг и и дальше округлившись у вершины убежали трубачи дальше начнет уже разработка это была экспозиция она построена по принципу сонатного олегра классического сонатного это фантазия страстей вот дальше начинается уже собственно разработка округлившись у вершины убежали трубачи леденеющий танец вошел со свечой мне ладонь протянул я оглянулся наступающий сумрак просунул в окно мне тень ветки догорающий вечер мне на волосы отпуск кладет плечо я наклонился на столе обнажила плечо статуэтка на солнце статуэтку накрыл удивлением а в ней зеленее камней засветились ее лисьи глаза в камне скрытых морей над морями огромным цветком раскрылись плечи белеющих птиц листьями речи лились дальше идет в тревоге язык не продумать трудно созвучие тоски словах равнодушные трюмы все чувства у них номерки чудовищных вымыслов числа нелепой игривости грез а вместо безмерности мысли одних ожиданий вопрос хочу разорвать всю душу вмиг ожить вмиг умереть или выдумать казнь не похуже чтоб жизни не смог я стерпеть но это мираж на вожденье а смерти ладонь глубока язык проглотив иступление повисла на строчке стиха пространство меня обнажает прострацию вводит восход не солнца пространство меня обнажает прострацию вводит восход не солнце чего я не знаю чего я не знаю секрет океаном растет прийдет описание жизни холодного ветра пятно плаще словотворческой мысли что высится храм окном и все что любовью хранима на тайном холсте заволонит плывут мне навстречу незримый предчувствие знаков одних из знания перечеркнула листы позолоченцы снов в обрыве внимания вздохнули ступени убрав у шагов и разум от них улетает в уныло крылатый простор что ангелом видится раем а змеем узорами нор и дальше идет ночь пришла углица мгла пасть крыла меня взяла тень легла на край стола дверь на краешке росла за окном на еле выросла игла в вертикальный момент сразу понимаешь вот интеллект давно мне обещает исцеление хоть самым результат болезни что вызвало его предчувствием за ним стоящим как за экрана мыслью настоящий закрашенные бездой окном телек давно мне обещает исцеление вот самый результат болезни что вызвало его предчувствие за ним стоящим как за экрана мыслью настоящий закрашен идет фантазии страсти это как бы франт фантазии на авторские темы это громадные фантазии 17 страниц и хватает всего четыре страницы фантазии на авторские темы занимает 17 страниц еще еще и я иногда называю большая фантазия страстей и там первую часть 10 страниц занимает там уже понимает там начало искал допустим фантазии страстей начало все-таки не так как бы осознанно мрачу как фантазии на авторские темы там зигзагом про я бы даже не сказал что начало фантазии страстей мрачна а может затаена загадочно зигзагом профиля тоски вдали зевнул последний луч на крышу клонится с вершин затишье улетевший плечи из-за холма маку горнист светло знамени с дали шаги а вот сначала а то сестра стену от боли ясный и ясно мрач амка злоб как только начальный образ глучь дает некто писали затоенность как бы издалека издалека приближается гроза из океана как бы врастает гроза туча грозовая туча из океана вырастает издалека далеко далеко экзагом профиля тоски вдали зевнул из лапы жгучая изломок луч гучерками на и важно это вот загадочных неведомых что-то тайна задаем в мозгу изломанный в излучине вершинами коленями молений из реки удавами сверкнувшиеся строки унылого знамения затмения шаги на крышу клонится с вершин необозримо черный крик из-за вершины кит руки каленом че в каленом черепе сверкнув зигзагом человеком туч и злом мы мимикаю круче с двумя там эмбетистами мимикаю круче узлами строчек убегу во стервенелый конный гул загонят кони в ритмы гонг а кости нервы крика ринг а сиротелы грек и гола а каменелый хора фрин паучьими стволами за излучинами круче а дальше что за у нас что-то я не знаю там за кручами за кручами из как-то так дальше так повороты такие и и кажется так приближается недуг тому же прямо говорится как приближается недуг кажется предсмертной пустоте легла на плечи тишиной одет из мрака безотчетности мечта грозою озаренный лик листа великого маэстро глухота дальше на плитах гимны сгрудились залами за окнами грызы смеркалась сумерков звучание шаги басы приливом округленный круг окоржный звук станет и в камышаку и в камышаку легся длинный лог предчувствием заполненный пролог окаменелости бьет посоха скалу которой нет лишь сновидение морских приливов мутные силы знак пропасть знак плоскости ныряет в темноту на лед крыла над взлома ломки свет лом собора навис над кручу сфикс тучи певучий соумрак мрак над высью над тушными кронами свился рулонами вихрями птиц а это уж финал там финал пресса такой вот гонг финал такой гонг колокол сонных объятий хоры кружатся в обыте перья хвосты село крыло альбатроса за горы город закрыли поющие рты лоб собора навис над городом сфикс сонных объятий соумрак мрак над высью над тушными кронами свился микронами вихрями птиц ветками нежная факела сердца фашиной аисты молнии сжав взвилась куда ж ему к лешему деться леса гребенку сломав спинами согнуты сосен колеса выстрелы сучьих кого-то зовут вылетев лес ослепительно косят с треском стволы гасят острые свечи дуб разогнувшись спустил тетиву тонко завыла летящая плоскость листьев спрессованных ветром края трубца дерево о земне греется в озере спинами ветра змея вот конец даже большой фантазии страсти ее понимаешь вторая часть очень даже такая медленная звуки замирающей красоты там миранда появляется шекспировская героиня бури шекспировской миранда проспера появляется еще там вот эти так даже появляется образ лысого ленина даже лысый прилип там чему-то вот ну там просто за на зону лысый вот без фамилии вот и цель дело в том что цель и фантазии на авторские темы и фантазии страсти был доказать полное превосходство поэтики над музыкой абсолютно невозможность музыки передать конечно вот этих вот но это уж как сказать поскольку поэту кажется что его область сильнее что слово сильнее но слово действительно сильнее это это синтез всего другое дело которого даже такой сухой философ как Гегель Гегель презиравший такие как бы удовольственные искусства сказал что высший тип мышления это поэтическое мышление но вот ключ а дело в том что поэтика была ограничена это как бы симфами или псифами приходящими такими мимолетностями образ стихотворения могло не выйти только потому что если автор не знает новую модель туфель например знаете ли пуговиц новый фасон это все значит стихотворение его не выйдет потому что стихотворение связано с бытом с описательством быта но не в такой степени как проз конечно не в такой но все-таки связано поэтические более транцилентно она связь от приходящих таких мимолетных вещей понимаете ли я но манкрейт лаготворцкая поэтика слегка у тебя нашла выход из этого положения а именно если если ты не знаешь этого слова которое тебе необходимо выдумай его или даже если этого слова нет в словаре вообще нужно его туда вставить вот и пожалуйста ну там ключ конечно там но это все равно видишь ли даже не то что это делать поэтику еще менее доступной здесь неважно искусство для избранных а поэтика тем более для избранных потому что поэтика это наиболее информативное искусство оно включает в себя и музыку и живописи и драму и философию и все что угодно это проза даже это их содержание ключей это проза вот так вот а теперь ночь пришла в улице мгла пасть крыла меня взяла дело в том что ну действительно трудно сказать дело в том что когда я сейчас воспроизвожу музыку там мне кажется очень легким легкое по сравнению с поэтикой ночь пришла в улице мгла пасть крыла тень легла на край стола дрель на краешке росла за окном на еле выросла игла интеллект давно мне обещает исцеление хоть сам он результат болезни что вызвало его предчувствием за ним стоящим как за экраном мысли настоящей закрашенную бездну окно но дело в том что если я включаю внутренний скук включаю включаю у музыка кажется как у кота ох нет нет вот у него летания все объемы еще как-то трагедия трагедия ну как фатальный трагедия 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 размягчает она более такой пространственной становится и все равно по сравнению вот это зигзагом профиль для тоски долезину последний луч на крышку за холмом он за холмом он все видит все это поедет все это и озвучивает и видит а музыка она на все намекает и ни о чем не говорит она слепа и глуха а ничем может считать что в музыке безрайонной что такое вот тревожно но я не сказал что это что начало музыки здесь зловещие но я что это что-то как Жени Грозовову или вот это уменьшенный септаккорд едва ли не самое сильное место в этом сочинении Бутхована это уменьшенный септаккорд это переход от экспозиции к их разработке это такой промежуточное состояние когда идут эти апокалипсис допустим 9 и дальше идет вот это все это место очень шатко но она потрясающая конечно если по музыкальному рангу если понимаешь ли как бы автор совершает трагедию бога что-то напряженная и миссим очень спокойная космическая потому что бога одновременно он участвует в своей собственно трагедии он давно уже ее пришел она для него уже давно стала картина вот он тут он тут он попал он 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 вот и шатко он 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 Ну да, этим местом восхищались музыковеды очень и говорили, что ничего более грандиозного и трагического в мировой музыкальной тиражатуре нет. Но сейчас, когда я вас прожду, это, мне кажется, совсем ничего, как говорится, не говорили. Ничего. Я уже переключился на слово. Как ни говори. Вот когда у меня начали звучать стихи, а не музыка, то я же почувствовал, что я действительно возьму. Потому что я уже и Баха. Дело в том, что если взять по размаху космической трагедии, то, конечно, у меня есть полимерации. Полимерация – это перевод кода информации из одного арта в другой. Полимерации Баха, допустим, да, и его прелюдии фуга органных. Там есть такая... Она, конечно, не называется полимерация Баха. Но тот, кто услышал эту трагедию фугу, он может нащупать связь. Он найдет, что это прямая полимерация в слове органной трагедии фуги. Это когда возникает какой-то мотив очень зловещий, мрачный. Это смерть близкого, какого-то самого близкого существа, да. И этот человек, он впадает в шок совершенно. Он уже почти теряет рассудок. У него уже... Он уже перестает верить в добро вообще, в Бога. Ну, все, раз так нелепо, вдруг оборвалась жизнь его любимого существа. Нелепо совершенно, без всякой причины. Вот. Значит, на свете, вот что, нет справедливости. А законы, если даже с точки всего точки, и существует Бог, то у него законы совсем другие, не имеющие отношения к нашим законам. И к нашей этике он имеет только относительное понятие. Как наша совесть, допустим. Совесть. Бог – это и есть Бог. Вот. И он... А потом он начинает думать. Все-таки, да. Он не может постоянно всю жизнь отдаваться этой мысли о смерти этого любимого существа. И тогда, значит, нужно себя похоронить. Вот. И он начинает думать. А в чем, собственно говоря, причина такой космической несправедливости, да. Трагедии, бытия такого, да. Он начинает думать. И вот чем дальше он думает, больше он заходит в какие-то полёкие сферы. Вот. Это столько далёкие, что он забывает о причине, которая его заставила думать об этом. О первопричине. Вот. И вдруг, внезапно, он говорит, позвольте. Но он только сейчас был жив. Вот. Вот. Это прелюдия, фуга. Гамлет. У меня есть. Вот. Кри, гиблики, волны, как раз, и в Польмират, и выражение в сферу. Ну, это такое уже стихотворное соц. Скорее. Ну, не помню, конечно. Вот. Или, например. Конечно, там фантазии Гамлет или фантазии Рембрандт. Это не только передача Рембрандта, картины Рембрандта. Или, скажем, проблемы Гамлета. Но это, в общем, опять апелляция к Баху. К Баховским, по Сакалиям. Дело в том, что, когда фантазия Гамлет была опубликована, и я ее читал Дубнову. Дубнову читал такой, есть поэт, который пишет на русском, на английском. Он в Лондоне живет. И Дубнов сказал, что вот, ты знаешь, я играл Гамлета на сцене Лондонского театра. Это его слова запомнил точно. И я могу тебе сказать, что никто так не понял Гамлета, как ты. Никто. В современном Шекспире. Понимаете? И недавно я получил некоторое подтверждение этому. Что я получил великолепную антологию русско-тюркской поэтики. Или русско-турецкой, но, скорее, все-таки, русско-тюркской. Потому что там не только русские и турецкие поэты, а там были еще и Фасилий Искандер, там еще кто-то из узбекских и такширских поэтов. Вот. И там автор-переводчик включил мою фантазию Гамл. Целико. Все восемь страниц. Не убавил, не сократил ничего. И получилось, что у меня по размаху, по размерам в этой русско-турецкой антологии такая же по размерам подборка, как, скажем, допустим, как у Пушкина Мандельштама. То есть я вошел, будучи неизданным, неизданным, я еще автор неизданный. У меня издана всего одна книга в 13-летней давности. Это уже завременело. Она уже, как говорится, не дает представления о моем творчестве. Неизданным. Я уже вошел, вот по этой антологии, если посмотреть эту русско-турцкую антологию, то вошел Лафедрон, как говорится, в число пяти таких самых сильных поэтов русских. Больше всех там дали Ахматовой, 12 страниц. Потом идет Пастернак, 9. А потом уже, значит, Троица, это Пушкин, Мандельштам и я. А остальным уже меньше. Аронсон 7. Ну, Аронсон это любимый поэт-переводчик. Переводчик Ричард Маккен. Американский поэт. Он сейчас вроде английский поэт, в общем, сейчас живет в Лондоне. Вот. Он, Маккен, переводчик, это Аронсон ему, это самый любимый его поэт русский, современный. Он его называет Божественный Аронсон. Божественный. Но все бы было хорошо, если бы этот Божественный Аронсон бы жил. Но он умер 30 лет тому назад. И уж хвалить покойников, это уже, как говорится, это уже дурной тон. Я знаю, что есть такое стихотворение. На покойниках родить ума не надо. Позор шуметь о гениях умерших, живых оплевывая именами мертвых. Но это по поводу одного очень известного живописца и поэта, который в своем журнале, он редактирует журнал. Все время восполадал Хлебникова. Хлебников – величайший русский гений. И тут заплевал меня. Назовал меня сумасшедшим графоманом, который сочиняет бессмысленные стихи и теории. И, в общем, вот, вот, понимаешь ли, и, ну, дальше там уже упомянутый Володя уже сказал, что стихи Бокштейна, Тарасов, я имею в виду, следует очистить от веблюжьего кала, потом каких-то там засохших насекомых и какого-то древесного мусора, по-моему. Тогда они запоются, засияют каким-то непонятно чем, с теоретическим приступлением Володя Тарасова. Хотя он очень красивый поэт, он очень одаренный, очень тонкий поэт. Очень тонкий, эстетный поэт Тарасов. Ну, это ущебленка, это комплекс конкуренции. Поэты ненавидят друг друга. И я не, это да, это еще китайцы заметили. Ну, китайское такое положение, что писатели рождаются ненавидеть друг друга. Понимаете? И вот как раз он, видишь ли, Тарасов распространял и публиковал мои сочинения, и тут же их ругал и разносил. В общем, одновременно. Причем он бы опубликовал еще больше, чем мог бы. Если бы он остался редактором журнала. Он редактировал журнал «Саламандра». Ну, единственный тогда модернный журнал в Израиле. Потом он сгорел на втором номере. «Саламандра несчастная» сгорела. И журнал «Русский Израиль» остался вообще безмодернным. А потом появился «Зингер». Журнал «Зингер», «Данный Зингер». Это журнал «ИО». И потом он перешел в двоеточие, стал двоеточием. Занна Зингер чуть не рекордсменом оказался по публикации моих текстов. Она сделала уже семь публикаций. Хотя журнал уже давно исчез. Но вот шесть она сделала, когда он был. И одна публикация была там 14 страниц, а другая была, кажется, 12 страниц. Рукописи, все рукописи с рисунками, с символикой. Вот так, как я их положил на тетрадь, так она все это воспроизводила. Вот. Думаю, что вот такая умница, видишь, нервная. А я почему-то считал, что у меня вообще не может быть понимателей в Израиле. Или вообще даже не только в Израиле. Потому что у меня же есть такая теория относительно 19 принципов рабистата. Рабочего статуса Ильи Бокштейна. И первый принцип гласит. Плох поэт, которого понимают. Плох поэт, которого не ругают. Лучшая вещь, сложнейшая вещь. Простое искусство всегда фальшиво, поскольку жизнь сложна. Понимаешь, поэтому я абсолютно был уверен, что даже те, которые мне говорят комплименты, фальшивят. Они не понимают моих стихов, не могут. Потому что совсем другая. Стало, что если они понимают, значит, это плохая поэтика. Вот. И поэтому, если они понимают. Как раз этот человек, который превозносил Хлебникова, меня оплевывал. Он художник. Но он еще и поэт. Причем очень самобытный, кстати говоря, поэт. И я сказал ему, если бы тебе нравились мои стихи, они были просто очень плохими. Потому что я пишу для филологов, а ты не филолог. Вот, понимаешь ли? Ну, он устроил шествие. Вот это его бессмертная заслуга. Но я не говорю, как живописец он велик. Может. Я в этом все-таки не решаюсь судить о живописи. Вот. Все-таки поэт... То есть человек не может быть совершенным в двух разных областях. Одна какая должна быть дилетантская, другая серьезная. Я считаю, что уже все дилетанты. И судить не буду. Потому что он действительно велик. Потому что когда стихи его, они простые. А вот простые стихи, они всегда вызывают это зрение. Понимаешь, что ты на этом? Вот у них нет чего-то. Такой затаенности. Какой-то слишком все ясно. Так, знаешь, очерчено. Грубый, как очерчено. Вот. И... Но этот человек... Ну, я буду называть его вымышленно, да? Стефан. В хорошем именем. Стефан Ларме. Он устроил шесть празднований Хлебникова в Тель-Авиве. Тель-Авив единственный в мире город, где праздновал столетие Хлебникова. Где-то в других городах, в Париже, там, в Нью-Йорке. Где-то стояли, где-то в кулуарах, этих потайных местах, какие-то жалкие собрания. Все там мямлили о Хлебникове. И, в общем, ничего никакого резонанса. А в Тель-Авиве по Дизингофу шествовал конь, лошадь. На лошади сидел Стефан, одетый в талис с разречениями Хлебникова. В каком зеваке... А рядом я шел. Понимаешь ли? И там есть, фотографирован, вот, рядом с этой лошадью. Вот. Такой маленький, растрепанный, вот так, расхлистанный. Полностью грудь нараспашку и так далее. Вот. Шествие прошло по Дизингофу, потом спросилось на Донхоз. И там был митинг посвященный Хлебникову. Вот видишь, какая-то их заслуга, конечно, бессмертная. Хорошо. И продолжим. Так вот. Значит, можешь говорить, да? Да. Так вот. Квиль. Эквилиндизация. Квиль. Ну, я приведу уже известные, вернее, неизвестные не по тексту, потому что никто их не знает. Они не были опубликованы эти переводы Лорки. Но это потому что Андрей Вознесенский сказал в своих мемуарах о том, что на трибуну вскочил потусторонний Бакштейн и запел свои переводы лорки, которые куда свежее опубликовавшихся у нас. И сих пор со мной встречаются все время, говорят, ну, переводы лорки прочти, потому что они уже знают, что кто-то о них упоминал. А такой известный поэт, как Андрей Вознесенский, чья книга распространилась в 25 тысячах экземпляров. На виртуальном метро. Так вот, квиль, если это действительно эквивалент лорки, там как раз и нет никакого модерна. И оригинал прост, традиционный, лорки оригинал, и его эквивалент тоже прост, он традиционный. Ну вот, сейчас посмотрим. А, вот я хочу сначала, все-таки, видишь ли, пропеть вам привет лорки. Это посвящение лорки, это может быть на тему лорки. Вот, это уже не лорка, это, конечно, уже Больштейн, а все-таки интересно, как это будет звучать. Больштейн, а все-таки, видишь ли, красное тело, плечо, серебро, лучина. Цвет любви, светолик любимый, месяц на блюдечко выйдет, весь мир мелодию ищет, но миру любовь не видит. Как-то так, знаешь, делать так, чтобы-то... Цвет любви, светолик любимый, месяц на блюдечко выйдет, весь мир мелодию ищет, но миру любовь не видит. Это так звучит. Цвет любви, светолик любимый, цвета ветки озера, жвёзы, на столе летний лист заколосился, кровать колосится, золотые часы зеленели, белоплечель за столом запела, златоволосы, красное тело, плечо, серебро лучинок. Цвет любви, светолик любимый, месяц на блюдечко выйдет, весь мир мелодию ищет, но миру любовь не видит. А вот уже перевод лорки, фактически того же, да. Зелень, любовь моя, зелень, любимая, зелены ветки, то зеленый ветер, зеленые ветки, и лодка в нежных волнах, и лошадь из ветки сияет, и, качаясь по грудь в тумане, чудо печали перил сидела, зло... перил сидела... зеленый волос, волосы, зеленое тело, глаза, глаза, серебро лучинок, зелень, любовь моя, зелень, любимая, лютня на месяц выйдет, весь мир мелодию ищет, но мир и любовь не видит. Верде, кэти, куэра, верде, верде вьента, верде срама, эль барк с обрэля мар, эль кабалю эн ля монтаня, кон ля сомбра, эн ля центура, эль я суэнген субаранда, верде кардны пэлэ верде, кон ножи с дихрия полаганда, верде кээ, эте куэра верде, баджо ля люна гитана, ля скуса с лейстан миранда, эль я ну поэза мирагалас. Дело в том, что, ну, конечно, там лошадь из ветки сияет, это, конечно, не лорка, ясно, что лошадь из ветки сияет, она у меня сияет. Лорка мощный, такой огромный, а у меня текст мягкий, нежный, такой женственный, вот, даже такой немножко, ну, лошадь с инфантильностью, а может просто такой девической, новорожденностью, как говорится. А вот, лошадь из ветки сияет, и, главное, концовка, разница в концовке. Лорки это, ля скуса с лейстан миранда, эль я ну поэза мирагалас, это, в общем-то, весь мир ею любуется, и только она не замечает. Пошлейший символист Кирей. Дело в том, что у меня, а у меня весь мир мелодию ищет, но мира любовь не видит. Понимаете ли? Это ни в каком, по крайней мере, в западноевропейских языках, мир как согласие и мир как вселенная не альтерируется. И поэтому это непереводимый перевод. Это Кверин. Он имеет свои преимущества, да, потому что, вот, концовка глубокая, по смыслу и так далее, а в оригинале концовку просто обычный символизм, свойственные лодки вообще. Ну, лодка очень, действительно, очень красивый такой символистский поэт. Им уже низкий даже, так сказать, поэт. Вот. Или, например, ну, есть у меня такой вариант, что... А, знаешь, как-то так. И конь в горах зеленеющий. И лодка в красных волнах, и конь в горах зеленеющий. И там уже такие, уже другие изменения. Или, например, есть вот такая. Ну, это летняя соната, я их забыл уже. Я помню только начало, это соната, летняя соната на тему лорки. И зелена моя любовь летнелистна. И зелена моя любовь летнелистна. И зелен ветер над крыльями веток, на зеленой волне корабль, под радугой всадник сверкнул, трубачив золотых горах. В летнем доме весна гувернантка, Скрещение рук у перил звенящих, Щебетание плеча на жемчужине тела, Шутка шум одолела. А дальше вот я не помню. Это начало летней сонаты, посвященной лорке. И есть еще фрагменты. Вот такие. В интернет попал только один фрагмент из лодки. Это вот какой. Это не ад, это улица. Это не смерть, это смех у забегаловки. И увидел я цветное сумасшествие Миров мировидений На дистанциях беспредельных, В красной лапке Раздавленной кошки, Перееханной сверкнувшим лимузином. Вижу пение Бель канто ресторана, Огромный червь сосущий Сердце Маленьких девочек головных. Вот этот перевод, Кто попал. Есть вариант Такой, Но он, по-моему, Слабее, Хотя он точнее, Ближе к оригиналу, Что Не увидел я цветное сумасшествие Миров Мировидений, А Вижу речи оборванных Цветений Хайнмунны дыриус куй братус Значит, вижу Ну, буквально там реки Лорки Реки оборванных Ну, он звучит В оригинале он звучит так Нос Эль инфильерну Эси Эси Лякалья Нос Ля муерта Эси Литвента Дэфрутас Хайнмунны дыриус Куй братус И дистанция Сенасиблис Ис Ла пачета Дээси Гато Куй брату Пур Эль Автомобиль И Йо Ой Ойго Эль Канто Дэл Ломбрис Эль Кроссом Дэмучис Нинес Ну Переведено Есть Вот Почти дословно Вот понимаете Какая вещь Ну только Правда Смех у забегаловки Конечно Он не просто Фруктовая лавка А не забегаловка У лорки У меня забегаловка Вот Нос Эль Эфиерный Для калии Это Не Это не ад Это улица Да Нос Эль Нос Ля муерта Из литьенда Дэфрутас Это Нос Ля муерта Из литьенда Дэфрутас Это Не Смерть Это Смех у забегаловки Хаэнмунда Дэрилс Куйбрадас И дистанция Сенасиблес Значит Вижу речи Реки Оборванных Цветений На дистанциях Беспредельных Из лапати Туда Эзы гато Куйбраду Пор эль Автомобиль В лапки кошки Раздавленной Лимузином Вашим Лимузином Потом Вижу пение Бельканто Ресторана Айо Бельканто Дэла Ломбрис Энель Крассон Дэму Час Вижу пение Бельканто Ресторана Огромный Черепь сосущее сердце Маленьких девочек Головных Вот Понимаете Вот для сравнения Я вам переведу Перевод того же фрагмента Имны Тыняновой Как раз Вознесенский Приводит В своей работе Мой лорка В книге Ров У меня есть Ров У Вознесенского Ну я вообще По-моему Почти весь Вознесенский Четыре-пять Книг его То есть Все что я мог Я купил И у него Такое Там перевод Ина Тынянова Я думаю Что это перевод Самого Андрея Но это перевод Ина Тынянова Я нашел Вот такой Вот как Ина Тынянова Перевела Это не ад Это город Это не смерть Это лавка Фруктовая Я вижу Необозримые Миры Сломанные Лапки Котенка Раздавленной Вашим Блестящим Автом Теперь Вот тот Фрагмент Лорки Который Я пел Зеленый Любовь Моя Зеленый Любимый Зеленый Ветер Зеленые Ветки И лодка В нежных Волнах И лошадь Из ветки Сияет И качаясь По грудь В тумане Чудо-печаль Уперел Сидела Зеленые Волосы Зеленое Тело Глаза Серебролучинок Зеленый Любовь Моя Зеленый Любимый Людь На месяц Увидит Весь мир Мелодию Ищет Но Мира Любовь Не видит Вот Вы видите Я хотел Вознесенскому Пропеть Как Я ему Скал Гениального Переводчика Гелескулу Непревзойденного Который Не был Ни кем И Кое Что Может быть Даже Пересекарял Самого Лорки Ива Десенскому Ну Зачем Я знаю Гелескулу Ваш Лучший Перевод Все Вот Но все Так Я хочу Прочесть Гелескула По возможности Пропеть Но Там Другая Мелодия Там Мелодия Мажорная Гелескул Так Так Вот Любовь Так Перевод Гелескулу Лорки Любовь Моя Цвет Зеленый Зеленого Ветра Всплески Далекий Парусник В море Далекий Конь Перелески Ночами По грудь В тумане Она Уперел Сидела В серебряный Инь Взглядом И зелень Волос И тела Любовь Моя Цвет Зеленый Лишь Месяц Цыганский Выйдет Весь Мир С нее Глаз Не сводит И только Она Не видит Вот Эфир Гелеского Да А мне Гелеского Шепот Больше Нравится Чем Любовь Моя Цвет Леный Зеленого Ветра Сплески Далекий Парусник В море Вот Мне Это Лучше Чем Я Это Я Далекий Кунь Перерезки Ночами По грудь В тумане Она Уперел Сидела Серебреный И Невгляда И Зелень Волос И Тела Любовь Моя Цвет Зеленый Лишь Месяц Цыганский Выйдет Весь Мир Любуется Ею И Только Она Не Видит Самое Странное Что У меня Тютелька В тютельку Ритм Лорки И Нет Никаких Ритм Потому Что Лорки Нет Ритма Никакой Испанцы Вообще Не Любят Ритм Они Очень Образные У них Это Образно Заменяет Ритм А Грис Кур Сделал Рифмованный Русский Текст С Обычным Силоботаническим Приемом Русским И Вольф Казалось бы Вроде Внешне Формально Что Общего С Оригиналом Нет А Вот Какого Визящества Любовь Моя Цвет Зеленый Зеленого Ветра Восплески Далекий Павлостник Море Далекий Кон Перелески Ночами Погрут В тумане Она Уперел Сидела Серебряный Ине Взгляда И Зелень Волос Тела Любовь Моя Цвет Зеленый Дыш Месяц Цыганский Уидит Весь Мир С Неглас Не Слодит И Только Она Нет Негиль Скул Больше Мой Перевод Хотя Мой Точнее С точки Патрушения К оригиналу Намного Точнее Конечно Но Гелесков Изящий У нас Иголочки Он Знаешь Как-то Знаешь Так Вот Именно Изящий Очень Интеллигентно Так Сделано Как Говорится Цилис Как Говорят Наивиш Цилис Кейф Наслаждение Вот Теперь Понимаешь Ли Еще В отношении Другого Эквивалента Эквивалента Микола Вегроновского Мироздания Шедевр Конечно Микола Вегроновского Крошечная Миниатюра Там По-моему Пять строчек Всего Называется Мироздание Это Украинский Павел Убей Можно Лоб Разбить Перевести Его Невозможно Абсолютно Вот Это стихотворение Шедевр Ну Непреводимо Как Ни Крутья Ну Вот Наугили Скулу Далось Что-то Сделать С Пяти Стихотворения Вот Попробуй Там Ну В Литературной Газете Просто Написали Содержание Подстрочник Стихотворений Все Мы Переводить Не стали Потому что Бесполезно Вот Вот Как она звучит В Крановского Мироздания На Могиле Стояло Солнце Тине Жабенятка У свит Дивилась Тихо Зазуленя Собеслив Шукала Тонко Беля Трав У степул Звучала Тронко Все И вот Хос Пах Заза Нет Вдол Скоро Забьюсь Не переведу Не жить Мне Все Нужно Сделать Эквивалент Этого Этого Мироздания У нас тоже Мироздания Космос Там Все Пяти Шти Там В четырех строчах Мироздания Минф Микро ПМ Как это Я не могу Эквивалентировать Этот Текст Думал Думал И вот Что Я написал Здесь Уже Россия Конечно Если У Играновского Это Яркое Украина Этот Свет Солнце Такое Яркое Пылает У меня Уже На России Сумночное Небо Тук Очень Низкий Вот Это Мелохолично Вот Вот Как Получилось Так На Кургане Ну Я Прочу Дословно Украинское Так Что Это Означает На Могиле Стояло Солнце Тени Значит На Кургане Стояло Солнце Тени Жабринятка Значит Лягушонок На Мир Дивилась Тихо Осматривала Мир Зазоление Это Кукушонок Особий Слив Шукала Тонко Значит Необходимые Слова Искала Тонко Беля Беля Трав У степу Звучала Тонко Это Значит В гуще Трав В степи Звучал Звучал колокольчик На шею Бычка Который Привешивает Бычку Ну Как Тронко Но Тронко Нельзя Выбрасывать Потому Что Все Это Ситовое Не пропадет Как Ты Объяснишь На Русском Нет Тронко И Нет Так Вообще Не Привязывает Колокольчик Бычку К Шею Бычка Вот Я сделал Так На Кургане Мерцает Солнце Панцирь Лягушонок В траве Увидит Танец К Кушонок На стихи Настроен Тонко У Высокой Травы Мерцает Тронко Слово Тронко Означает Речи Тоньше Молочка Колокольчик Хорошеющий На шее У бычка Знаете Вот Что поделось Пришлось Удвоить Сорень По размеру Вот И к тому же У меня тут Примен Самый Жуз Жужжание Света Вот У Высокой Травы Мерцает Тронко У Высокой Травы Мерцает Тронко Сумрачное Небо Тучи Такие Новейшие Тяжелые Облака Такие Черные Серые У Высокой Травы Мерцает Тронко Это Как бы Жужжание Света Почти Мерцание Володина Есть Анри Волохонского Тоже Жуз Мерцание Света Мне обидно Что у меня Это все-таки Перевод А не Оригинальный Нет Это Оригинальное Стихотворение Непереводимо На Украинский Конечно Никакой Язык Оригинальное Русское Стихотворение Вот У Волохонского Было так Это Стихотворение Бессмертие Коня Вот Анри Волохонский Да Начало Такое Мой Новый Конь Идет На Эшафот А Сейчас Сейчас Мой Новый Конь Идет На Эшафот Мой Новый Конь Кто Жив Того На Плаху Секиры Ввысь Палач Заносит Птаху Она Летит Сверкает И поет Как флажолет Летит Сверкает Секира Летит Сверкает И поет Как флажолет Это Жуз Как бы Жужание Света Такая Почти Мягкая Знаешь Что Как Флажолета Можно Вот Потом Теперь Когда Речь Идет О Эквилинтизации Тоже Вещи Непереводимы Но Все Знаете Конечно Перевод Данте Лозинского Ну Конечно Мы Благодарны Ему Потому Что 40 лет Человек Работал 40 лет И Наконец Перевел Данте Вот И Очень Хвалят Этот перевод И Говорят Что Дескать Лозинский Я Делал Так Что Ад Это Какова Скульптура Читилище Это Живопись А рай Это Музыка Может Может Это И Так Но Послушаем Лозинского Земною Жизнь Пройдя До Половины Я Очутился В Сумрачном Лесу Утратив Правый Путь В Конце Долины Каков Он Был О Как Произнесу Тот Дикий Лес Дремучий И Грозящий Чей Давний Ужас В Памяти Несу Так Горик Он Что Смерть Едва Лесла Но Благо В нем Обречено Всегда Скажу О том Что Было В Этой Чаще Не Знаю Сам Как Я Забрел Сюда Но Только Сон Меня Опутал Ложью Едва Я Сбился Смертного Сюда Сюда Я Дальше Не Помню Как Он Там Приблиз Под Ножем Так Державинский Тяжелая Державинская Страфатка Увесистая Оригинал Тяжелая Методель Камент Ностра Вита Миритровая Перу Нас Элва Скор Челодерита Вера Смерет Экванта Адир Куяль Эрекоза Дю Экванта Адир Куяль Эрекоза Дюра Куэст Сливас Ваджет Спрей Форте Чинель Пинси Реновала Паура Чинель Бен Ридир Ком Ио Вент Раи Тантьер Апи Эн Дисонна Эм Сок Эль Пунта Чиловерач Ия Банданай Чинель Аккордеон Звучат Тантьер Апи Эн Дисон Эм Сок Эль Пунта Были Вовремя Аккордеон В четырестовеке Но По крайней мере Такое ощущение Что Аккордеоны Тантьер Соб Бен Ридир Ком Ио Вент Раи Тантьер Апи Эн Дисон Эм Сок Эль Пунта Чиловерач Ия Бандана И Пром День Нарьмец Идали Камен Ден Остролита Мир Трава И Пару Нас Эл Вас Кура Чиловерита Вера Смарита Эккор 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 Ди Юра Куэста Сальва Салваджи Атас Прай Форсты Чинель Пинсиер Реновала Паура Чинель Пинсиер Реновала Паура Танто Эм Амара Чипочи Эпи Ом Морте Мапа Тратар Дель Бенч Ови Траваи Дирог Дель Эль Трэк Усэ Чил Оскот Эм И Нон Собэ Эдир Ком Ио Вентра И Антиэвропиен Дисонным Суколь Пунда Человерачевья Абандана И Вот что я сделал Пройдя середину пути земного Пройдя середину пути земного Снова Снова Затерян В лесу Он Странен В угрозе Пут Потерял Или В первом вопросе Снова Человерита Виа Эр Сморита Экуанта Адир Кюаль Эра Да Но как же мне выразить это Древестие Мрака На один такт сокращение строки Экуанта Адир Кюаль Эра И Коза Дьюра Но как же мне выразить Это Древестие Мрак Ну буквально Это Ну как же мне выразить Это темное дело Вот Куаста Сальвасова Джиат Аспра И Форс Вопросы Стволы Извеличия Дичьей Силы В оригинале Это Вопросы Стволов Бьющейся Силой Ченнель Пенсия Пенсия Навала Паура Так Мысля Навелась Страхом А дальше Как мне там Ченнель Пенсия Навала Паура Танто Амара Чипо Чипио Морде Обилие Любви Только Шаг Ее До Могилы В оригинале Тоже самое Буквальный Перевод Строки Обилие Любви Только Шаг Ее До Смерти Ченнель Пенсия Навала Я помню Что у Лозинского Вначале По крайней Мере Нет Кроме Начала Земную Жизнь Пройдя До Половины Нет Ни Одной Подлинно Дантовской Строки Строки А у меня Подлинно Дантовские Строки Ченнель Обновилась Страхом Или Тантое Омара Чепочи Пиво Морто Морто Это Морто Это Обилие Виток Шаг До Могилы И так далее Вот Мопот Строки Бенч Овен Травай Сейчас Как у меня Это Ченнель Пенсия Навала Паура Мы Обновилась Страхом Обряд Страхом Обилие Любви Только Шаг Ее До Могилы Шаг За Холмом Созвучий Дремучий Тень Под Тучи Затишье Окно Отворило Не Убежден Что Тут Смещение Введения Но Только Сонзвон Опутал Музыку И Дальней Тантерапиен Тантерапиен Дисон 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 Дисок Ульпунта Но Только Сонзвон Не Божди Что Тут Смещение Введения Но Только Сонзвон Опутал Музыку И Дальней В ориентиры Вписали Созвездие Зрения А Это Тантерапиен Дисон Дисок Ульпунта Человерач Вилла Абонтай Ага Дальше Ушло Кончилось Да Нет Да Ага Пройдя Середину Пути Зимного Снова Затерян Дисон Стран В угрозе Путь Потерял Или В первом Вопросе Пойдя Середину Пути Зимного Снова Затерян В лесу Он Странен В угрозе Путь Потерял Или В первом Вопросе Снова Но Как же Мне Выразить Это Древести Мрака Вопросы Стволы Извеличия Дичи Силы Так Мысль Обновилась Объятием Страха Обилие Любви Только шаг Холм Мысли Почив В очевидцах Сумрак Басово Особы Глаза За леса Передвинем Внимание Молчат Трубачи За ушами Вершины Плечиста Вот Это Попытка Квилинтизировать Начало Божественной Кобедии Но Есть Посвящение Данте Оно Называется Моему Учителю Данте Он Опубликовался Раза Два А этот Перевод Неизвестен Не опубликован Вот Посвящение Данте Моему Учителю Данте Звучит Так Пройдя Середину Пути Земного Снова Затерян В лесу Он Сумрачно Птицей Путь Потерял Или С первой Страницы Снова Свист Лань Легла В лапах Раскаты Мрака А дальше Что-то Лапах Раскаты Мрака Созвучие Лисов Допустим Буду Сочинять Лапах Раскаты Мрака Созвучие Лисов Извеличие Дикие Силы Так Мысль Обновилась Объятием Страх Обилие Любви Только Шак До Могилы Тоже Дантовская Строка Повторяется И А дальше Что-то Вот забыл Забыл Я Перевод Он Публиковался Это не перевод Это не перевод А прощение Данте Данте Веры Проходишь Из Тьмы Многоэра Над точкой Ночи Безмерной Путь Ясный Утратив Кружав Хоровод Кому Я Ставил Мечты Бесхолменно Где Отдохнут Человечие И Сердце Так Сжалось Словно В Рассказе Раскаяние За сценой Чти Лик Лик Латынь И У Плитчи Флоренции Плеч Платья Сверкания Ровные Кроны Косящие Речи Режут Колонны Величие Одеждами Птицы Краснее Ладони На хрупкой Странице Цветок На плече Расцвела Беотричи А вот Перевод Одного Хрестоматийного Текста Французского Я Встречал Перевод Кажется Знаете Кого Ага Того же По-моему Гельскова Гельскова По-моему Перевод Прочту Как Оно Звучит Ну Так Продолжение следует...